Мы сегодня поговорим с вами об осознанной жизни. У человека в жизни есть определённые потребности, они связаны с желанием жить. Желание жить в этом мире означает для людей иметь деньги, и означает иметь детей, семью, квартиру, более-менее нормальную какую-то обстановку для жизни. Это касается и места, где жить, и окружения. И в основном люди тратят на это все свои силы. В основном все люди вот так живут. Они просто вот сколько есть энергии, тратят на эти вопросы все. Я сейчас... Цель фестиваля — это сделать какой-то взгляд сверху на вашу жизнь, сделать какой-то апгрейд немножко. Давайте поговорим об этом, обо всём. Вот смотрите, конечно, человек должен быть здоровым, богатым, чтобы у него было достаточно детей, семья хорошая там, и всё это создаёт нормальную жизнь. Но часто люди не понимают, что они в этой стратегии счастливой жизни часто неправильно действуют. И эти неправильные действия приводят потом будущим к разрушительным последствиям. первое, что вы должны понять, что ни семья, ни работа, то есть ни муж, ни жена, ни дети, ни работа не дают человеку энергию. Усвоили? Ну то есть все эти объекты отнимают энергию. Ну то есть давайте сейчас просто себя продиагносируйте. Если у вас 24 часа в сутки — это семья, работа и больше ничего, и телевизор, который тоже не даёт энергии, то значит тогда придёт время, и наступит истощение, энергетическое истощение. Что это значит? Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. Это означает, что вы станете больным человеком, у вас потеряются силы, вы почувствуете себя в трудности, появятся трудности в отношениях с близкими людьми, у вас появятся трудности в том числе и в духовной практике тоже, если она есть. Ну то есть вы просто почувствуете, что вы как будто опустошённый человек. Причина опустошения — это неправильное понимание, как надо жить, неправильный образ жизни. Теперь давайте возьмём вообще стратегию жизни. Вот как вы думаете, к чему приходит человек, который получает профессиональное образование в жизни, получает, работает, стремится лучше заработать, у него вкладывается в семью, развивается вот со всех сил и ничего не делает для того, чтобы восстанавливаться. Как вы думаете, к чему он придёт? Он потеряет всё. Он потеряет работу, потеряет семью, потеряет здоровье, всё. Можете верить мне, можете не верить. Это вопрос только времени, когда у вас это произойдёт. Вы скажете, ну а если я хорошее отношение буду с женой иметь? А если у вас не хватает энергии и воздуха, то вы отмородитесь. У вас не будет хороших отношений, у вас не будет сил. Я недавно общался с одним человеком, у него нет сил иметь нормальное отношение с женой, хотя он хочет, потому что нет энергии. Всё. Дальше. Если у вас не будет энергии воды, то вы будете чувствительно ранимо здесь, чувствовать себя очень плохо. Сходите к астрологу, вам скажут, что у вас несовместимость, поэтому всё плохо, и вы потом будете думать, как вам сваливать. Или искать, с кем будет хорошо. Вот. Если у вас не будет энергии солнца хватать, то вы будете быть в депресснике находиться, будете чувствовать себя плохо, будете несчастными, всегда замученными и так далее. Итак, у человека есть тумблер психики. Этот тумблер означает самочувствие. И вот этот переключатель большинства людей сломан. Они не знают, что если мне не хочется на улицу, это не значит, что не надо. Если мне не хочется в спортзал, это не значит, что не надо. Если мне хочется лезть попозже, это не значит, что надо лезть попозже. Если мне хочется вставать попозже, это не значит, что надо вставать попозже. Это значит, что переключатель для восстановления энергии сломан. Человек из-за неправильного образа жизни постепенно входит в такое состояние воронки, когда засасывает его плохая судьба. Как вот определить, что ты в состоянии воронки живешь? Человек не может встать в 6 утра. Ему надо спать до 10, 12. Это в состоянии воронки. Человек не может лечь пор раньше 10 вечера. Ему надо в 11, 12, час. Он не может просто. В состоянии воронки. Человеку надо обожраться на ночь. В состоянии воронки. То есть он разрушает свою жизнь. Человек не может простить. Вот он живет с обидой годы. Не может простить. В состоянии воронки. Через эту обиду уходит вся энергия. Все, что он накопил, это все уйдет туда. Вот. Человек нарушает правила религиозной жизни. Там измены, выпивка, воровство. Мы с вами изучаем, какие признаки разрушения моей жизни. Вот сейчас еще она не разрушена, но что может быть? Все эти вредные привычки, все желания там своровать или выпить, или закурить. Все эти желания связаны с нехваткой энергии. Поверьте мне. Человек просто не чувствует себя удовлетворенным, и он поэтому так себя ведет. Ну вот представьте, если человеку все хорошо, зачем ему делать глупости? Если глупости начинаются, когда человек что-то не то делает в жизни, он не удовлетворен, ему куда-то тянет, несет, ему надо что-то менять, значит, это неправильный образ жизни всегда. Теперь давайте еще кое-что с вами изучим. Значит, смотрите, есть жизнь, а есть цель жизни. Если человек погружается в жизнь и не идет к цели жизни, то судьба будет наказывать очень жестоко. Вот все, когда бросает муж, бросает жена, там, несчастный случай, все это означает, что ты живешь неправильно. Это сто процентов, я вам говорю. И после этих всех случаев все начинают жить правильно сразу. Вот большинство из вас начали слушать лекции, когда стало плохо. То есть человек начинает понимать, что дальше вот так, если жить, то будет еще хуже, и он интуитивно начинает искать ответы на вопросы. Поэтому, кроме здорового образа жизни, есть еще два показателя, которые надо соблюдать. Первый показатель — это семейный эгоизм называется. Вот люди, допустим, очень сильно заботятся о том, чтобы у детей все было хорошо, у мужа все было хорошо, у родственников все было хорошо. Чем больше мы погружаемся в сознание своей семьи и хотим, чтобы там вся энергия была, тем больше энергия в семье приобретает замкнутый характер. То есть она движется вот так вот, что она не выходит наружу. Это называется семейный эгоизм. Вот как действует семейный эгоизм? В первую очередь он отравляет сознание детей. Вот, допустим, дети должны же как расти, они должны же быть успешными. Вы знаете, что жадный человек никогда не может быть успешным, потому что он элементарно не будет зарабатывать деньги. Жадный человек не может иметь денег, потому что это такая, ну деньги вообще, это энергия Бога. Это женская энергия Бога. И там есть очень простой закон. Чем больше у человека желания помогать другим, тем больше денег. Очень простой закон. Если у человека этого желания помогать другим нет, то деньги и его количество денег зависят от количества благочестия с прошлых жизней. Некоторые люди, которые жили на высших планетах, у них много благочестия. И поэтому они с рождения имеют большие возможности денег. Но если они жадные по природе, у них эти возможности будут таять на перспективу. Некоторые такие богатые люди заканчивают тюрьмой. Некоторые там конфискации имущества там. Некоторые убивают их просто за то, что у них много денег. Это все признаки неправильного образа жизни. Понимаете, некоторые деньги расклевают и разрушаются семьи. Дети становятся, ну неправильно воспринимают жизнь. Все это означает семейный эгоизм. Потому что если люди очень сильно погружаются в желание жить для себя, то это приводит к тому, что у них портится жизнь. Прокисает у них энергия. Бывает, знаете, в какую-нибудь квартиру заходишь, просто заходишь в квартиру и хочется выйти. Было такое? Просто неприятно там находиться. Даже может быть не запах, а что-то такое, что-то просто неприятно. Это называется семейный эгоизм. Его чувствуется от человека. Бывает, захочешь в квартиру и надышаться не можешь. Так хорошо, приятно очень. Хочется покушать, там побыть. Это означает, что бескорыстная семья, много помогает другим людям. А если семья эгоистичная, там даже не хочется находиться в этом месте. Очень противно и неприятно. И пища там вся отравлена злыми духами. Если ты поешь там пищу в этой квартире, тебя вырвет просто. Кого вот было такое, что вы поели где-то и чуть не вырвало вас? Это оскверненное место означает. Это семейный эгоизм. Все священные писания призывают человеку желать людям счастья. Призывают кормить птиц нуждающихся, кормить животных, помогать людям в беде. Это не означает искать там на вокзалах нищих, а означает, что есть в каждом доме, где вы живете, там есть пожилые люди, есть больные, есть люди в беде, которые попали в беду. И они прям всем своим видом говорят, что им нужна помощь. Вот если вы помогаете этим людям, то вы освобождаетесь от этого наказания, семейный эгоизм. И само по себе удача означает, что люди щедро живут. Достаточно щедро, чтобы помогать людям, другим людям. Стараются жить так, чтобы все было хорошо в жизни. Есть семейный эгоизм, есть нехватка энергии и есть неправильно поставленная цель в жизни. Все эти вещи разрушают жизнь. Нехватка энергии, переключатель сломан, ты не выходишь на то, чтобы пройтись раз в шесть дней, четыре часа. Ты не делаешь статические упражнения, ты не сидишь в воде, не совершаешь посты или вместо постов хотя бы вот эти бани, вот этот цикл, который мы делаем каждое утро. То энергетические запасы кончаются в какой-то момент. Это приводит к катастрофе в жизни. Здоровье рушится, отношения рушатся, работа рушится. Вот вы, вот сейчас мы специально это все делаем для того, чтобы вы увидели на практике, как это работает. Почему выбрали Иссыкуль, почему выбрали Источники? Мы выбрали это для того, чтобы людям наглядно было видно, как надо восстанавливаться. Вот вы в Высокогорье находитесь. Каждый день в воде сидите, каждый день в горячих источниках. У вас проходят медитации каждый день, ретриты часто. Вы чувствуете, восстанавливается жизнь, налаживается? Кто смог кому-то простить? Поднимите руку, вот сердце прямо просили. Кто чувствует, что сможет что-то в жизни больше сделать, чем обычно? Вот, хорошо. Кто из вас решил поменять свою жизнь полностью сейчас? Ну, кто-то решил. Молодцы. Вот, это означает перемены. То есть, когда человек решает менять жизнь, значит, у него уже больше энергии, больше знаний, больше понимания вещей. Он осознал что-то. Когда у человека не хватает энергии, переключатель сломан, то постепенно настроения краски жизни тухнут, настроение падает, портится отношение, портится здоровье и становится тяжелее достигать в жизни своих целей. Вот признаки все нехватки энергии, что у тебя переключатель сломан. Дальше следующие признаки. Человек постепенно, ну, сам ни того не желая, начинает позже ложиться, позже вставать. Человек постепенно начинает больше кушать на ночь. Признаки нехватки энергии. Человек начинает более напряженно жить. И следующий признак — это нарушение отношений. Портится отношение с близкими. Это первый колокольчик портится отношение с близкими, потом следующий колокольчик. Портится отношение на работе. И последний колокольчик, когда у тебя уже нет друзей. Это означает, что ты уже совсем как бы в аут ушел. Ну, соответственно, если появляются вредные привычки, то это уже не колокольчик, это уже звоночек. И надо немедленно что-то делать, иначе твоя жизнь под откос в себя уйдет. Вот. Второе — семейный эгоизм. Дети растут непослушными, не хотят учиться в школе, не хотят выполнять свои обязанности. Не выстроены. Но семейный эгоизм разрушает отношения. Когда семейный эгоизм увеличивается, первое, что страдают дети сразу, видно. Они начинают вести себя независимо и очень плохо. Второй признак — это рушатся отношения между мужем и женой. Ну, часто жена становится непослушной, мужчина становится очень гневливым, раздражительным. Ну, то есть у мужчины, когда семейный эгоизм увеличивается, это идет, ну, он становится деспотом. Женщина, когда семейный эгоизм увеличивается, она становится очень капризной. Она становится очень капризной и разрушает атмосферу в семье. Не восстанавливает, а разрушает. Это признаки увеличения семейного эгоизма. Если это происходит, значит, нужно понять, что вы недостаточно желаете людям счастья, просите прощения, прощаете, не кормите птиц, не кормите животных, не жертвуете в храм, не помогаете людям. А все как бы в дом, в дом тащите все себе, для себя, любимых. И как бы это дает такой результат. Цель человеческой жизни — бескорыстие. Когда человек достигает абсолютного бескорыстия, он уходит из материального мира в духовный мир. В материальном мире все живут для себя, а в духовном все для Бога живут. И цель человеческой жизни — развивать бескорыстие. Если человек ничего не делает для этого развития, то тогда он будет наказан. Вот откуда взялся свежий воздух? Вот этот свежий воздух. Откуда взялся энергия воздуха? Откуда взялась? От Бога. Солнце откуда взялось? Вода. Пища. Ваша жизнь. Дети. Муж. Иссык-Куль. Олег Григорьевич. Все. То есть мы как привыкли, что у нас все это. Мы дышим каждый день, пьем воду. Мы привыкли, что у нас это все есть. Для чего Бог все дает бесплатно? Вот Он просто все дает. Жизнь дал. Дает все, дает вот это все у нас бесплатно. Для чего Он это все дает? Для чего? Зачем Ему это все надо? Чтобы мы развивались, да? Но если мы всем этим пользуемся и не развиваемся, тогда что Он будет делать? Наказывать. А что Ему остается делать? Как Он сможет нам, будет подходить нам? Извините, пожалуйста, вы знаете, я тут вам много всего дал. Неправильно живете, можете правильно. Пшел ты. Хочу, так и живу. Он и так тоже делает, люди нам говорят, дают советы. Итак, бывает так, что человек живет неправильно, да? В какой-то момент. Бывает такое? Что дальше будет? Богу не надо самому вмешиваться. Так природа устроена, что когда ты действуешь неправильно, ты получаешь наказание от него. Бог даже не лезет туда. Так действуют законы просто этого мира. И мы изучаем сейчас эти законы. Мы просто изучаем, что будет. Вот если вы не будете выполнять аскезы, правильно жить не будете, значит, будет разрушаться само качество жизни. Будет чувствовать себя плохое настроение, нет отношений нормальных, нет сил, нет здоровья. Все. Если семейный эгоизм развивается, то ваши цели — воспитать детей, сохранить семью, сделать так, чтобы муж был хорошим, чтобы жена была хорошая, чтобы дети были хорошими. Эти цели не будут достигнуты. Все эти люди будут плохими вокруг вас, потому что они будут отравлены этой атмосферой, которую вы создали своим эгоизмом. Отравлены — это отрава. Эта атмосфера — это отрава. Она отравляет существование. Люди становятся отравленными. Они ведут себя неправильно, они дуреют. Недавно давал консультацию у одного мужчины. Он очень успешный. Он много зарабатывает денег вместе с женой. И у них испортилась жизнь из-за того, что много удачи в жизни пришло. Они отурели. Начала рушиться семья. У них была такая хорошая семья сейчас. Им так трудно. Надо ее в это все восстанавливать, потому что деньги портят людей. Как отрава такая, знаете. Люди дуреют. Одна женщина мне сказала, у меня нормальная была семья, дети, все. Как только муж начал зарабатывать, у него любовницы пошли всякие там. Пошли пьянки, гулянки. Он орет, типа, ты... Я достоин большего там, ты... Такая... Вообще, как бы, на меня смотрят девушки получше. Ну, знаете, сколько дерьма как бы начало валиться на эту семью. Это такой дисбаланс вот этот действует. Это не значит, что не надо зарабатывать деньги. Надо много зарабатывать и много добрых дел делать. Тогда будет еще больше баланса. Ну, то есть деньги — это испытание. А? Нет, у вас нет, у вас нет. Только у всех остальных. Есть огонь, вода и медные трубы. Огонь — это когда человек имеет очень плохую судьбу с прошлой жизнью. Он рождается, и у него очень тяжелая жизнь. Как в песне «Там живут несчастные люди, дикари на лицо ужасное, доброе внутри. Крокодил не ловится, не растет кокос, плачет Богу, молится, не жалеет пес». Несчастная судьба — это огонь. Потом, когда люди начинают как-то жить правильно, исправлять ситуацию, появляется вода. Вода — это что такое? Деньги. Она течет постоянно. Никогда никто не может удержать деньги. Они постоянно текут. То есть, то нет. Вот это вода. Вытекает сквозь пальцы. Вода. Попробуйте удержать воду в руках. Она вытекает. И медные трубы — это что такое? Слава. Когда человек удерживает богатство, он добрые дела делает, у него еще больше богатства, он становится славным. Слава дает гордость человеку. Деньги — жадность. Огонь страдания дает деньги — жадность. И слава, гордость. Испытания. Всегда будут. Вся жизнь — испытания. Чем больше ты развиваешь, тем больше ответственности. Чем больше ответственности, тем больше надо шевелить мозгами, что ты с этим будешь делать. Неправильно живешь, все будет разрушено в жизни. Итак, эгоизм семейный разрушает семейные ценности, делает людей плохими. Все портится, вонять все начинает вокруг. Все портится. Мне один богатый человек сказал, говорит, Олег Геннадьевич, у меня все воняет вокруг. Все от меня что-то хотят. Мне противно со всеми жить. Все портятся, люди вокруг. Жена, дети, друзья, все от меня что-то хотят. Все смотрят мне в рот. Все хотят денег. Все, все портится вокруг. Что это значит? Количество эгоизма у тебя больше, чем количество щедрости. Диагноз находится в твоем поведении, в твоем отношении к жизни. Ты слишком много сосредоточен на себе и своих делах. Все остальное для тебя не интересует. Ну, значит, все будут вонять вокруг, портятся. И третье, даже если ты ведешь здоровую жизнь, у тебя все классно, ты научился. Это называется позитивной привычкой. Люди не знают об этом ничего. Они не знают, что, как меня один человек спросил, ты что, мясо не ешь, рыбу? Я говорю, 30 лет уже, даже больше не ем. Не пьешь? Я говорю, никогда не пил в жизни. Не гуляешь? Нет. Никогда в жизни не гулял. Все, честная жизнь в этом плане. Мясо, рыбу даже не ешь? Я говорю, да. Кофе не пьешь? Чай? Нет. И что, не смотришь эти все вот по телевизору там? Нет, не смотрю. Говорит, а зачем тогда жить? Называется позитивной привычкой. Вот, допустим, вы первый раз, когда лезли в воду, поднимите руку, кто считал, что, блин, это какое-то безумие. Я делаю безумие какое-то вообще. Вот, хорошо. Сегодня вы залезли четвертый раз. Поднимите руку, кто начал чувствовать, что это так классно, вообще без этого невозможно жить. Кто планирует сейчас так же дальше продолжать там дома? Это называется формирование позитивной привычки. Вот представьте себе, допустим, мне некоторые люди говорят, Олег Геннадьевич, вот хорошо в этой воде, хорошо, но прорубь лучше. Поднимите руку, кто так считает? Называется позитивная привычка. Вот они обожают прорубь. Вот, допустим, некоторые говорят, без мяса можно жить, но тяжело. Я обожаю эту жизнь. Меня тошнит при одном виде мяса вообще. Я не хочу его даже видеть. Мне не противна вообще эта пища. Я обожаю вот ту пищу, которую вам сейчас готовят, и так все в жизнь ем. Нравится? Классная же пища? Чистая, хорошая, настроение поднимает, все классно, легкое. Наелся, вот обожрался, и через два часа легко в животе. Представляете, как классно вообще так жить? Можно кушать нормально вообще, без всяких проблем. Мясо обожрался, полдня ходишь вареный такой. Эту пищу обожрался, через три часа опять, хорошо. Значит, когда человек, вот мне нравится, обожаю бегать, допустим, длительно. Раньше, первый раз, когда побежал, девять лет назад, я был очень тяжело, как будто вообще я вот тело тащу свое, не знаю. Вот кто сейчас у вас пробовал бегать, как будто так, еле-еле вот тащишь, вот. Вот. Вот у меня такое же ощущение. Мне было 50 лет, когда я побежал первый раз. Сейчас я как птичка лечу. Я легко бежать, легко, хорошо. Ну, вы видите, да? Бегу себе, бегу нормально, хорошо, легко. Это позитивная привычка. Я не заставляю себя бежать, не хочется. У меня ножки зовут, говорят, топочат. Все, пришло время, беги, беги, давай. Им нравится, они бегут. Паститься тоже нравится. Ты, наконец-то, пост пришел, попащусь, хорошо. Позитивная привычка. Рано вставать, позитивная привычка. Рано ложиться спать, позитивная привычка. Вовремя кушать я вечером, если мне кто-то попытается, кроме фруктов и сухофруктов, что-то вроде засунуть. Это невозможно. И вообще в перерывах даже. Я могу есть только два раза в день. В перерывах я ничего не могу есть. У меня позитивная привычка сформировалась. Я только два раза в день ем. В обед и вечером фрукты. Все. Не то, что я заставляю себя так есть. Мне обожают так питаться. Мне очень нравится все. Понимаете? Это называется позитивные привычки. Они формируются у человека. И человеку такая жизнь нравится. Нравится, хочется делать статические упражнения. Хочется длительное движение. Хочется посты. Хочется в ледяную воду залазить. Хочется быть на солнце. Хочется желать всем счастья. Это позитивные привычки. И их время, требуется время, чтобы их сформировать. Чем полезнее привычка, тем дольше времени нужно. Вот допустим, от мяса я два года отвыкал. Я не то, что сильно хотел есть, но так вот как-то так отвыкал. А потом раз и просто вот хорошо стало, отрезало и все. И больше не надо было. Мне 24 года было, когда я бросил мясо. Час 59. Ты сегодня колбасу, правда, поел. Кто сегодня удивился, что это колбасу дают? Поднимите руку. Это колбаса из чистой пшеницы. Сейчас технологии так работают. Вымывают пшеницу, оставляют только белок в пшенице, только один белок. Все углеводы вымывают. Раньше это называли хлебным мясом в древней культуре. Вот так делали из хлеба мясо тоже люди. Колбаска понравилась в салатике? Да. Чистая вегетарианская колбаса вообще. Да? Ну, это не обязательно всем так жить. Я не завтракаю, потому что, когда солнце поднимается вверх, это самое для здоровья лучшее время. Я в это время молюсь, совершаю разные практики. И очищение организма, когда солнце поднимается вверх, это самое лучшее, самое идеальное вообще время для очищения организма. Поэтому я до 12 часов ничего не ем, для того, чтобы очищаться. И я так привык, мне даже противно думать о еде в это время вообще. Позитивная привычка сформировала. Всегда есть такая поговорка. Завтра я съешь сам, обеду ты и с другом, а тут надо я на огонь. Правильно, да, правильный поговорок. Потому что ужинать надо очень легко. Легкий ужин должен. А если завтракать, то есть нормальная штука, каша? Лучше завтракать без зерна. Легкая пища на завтрак должна быть. Лучше всего фрукты. Я ем фрукты, потому что я перегреваюсь. Они охлаждают, я перегреваюсь, поэтому есть вечером фрукты. Иногда можно фрукты вечером. Но в основном надо их есть с утра, большинству людей. Молочные продукты, кисломолочные фрукты, мед, орехи, гречка, кинуа, амарантовая крупа. Это все утренние продукты, ранние продукты. Они легко перевариваются, они никогда не перегружают. Гречка получается не зерно? Нет. А например, шкличное яйцо? Это зерно. Все, что в колоссиях, початках и стручке, тоже нельзя есть. Стручки, початки, колоссия, все это пища, которую только надо днем есть. Ни вечером, ни утром не надо. А детям? Детям можно. До полового созревания больше-меньше на человека действует энергия Луны, а не Солнца. Солнце – это колесо времени, оно определяет, как жить. По пище тоже. Каждой пище свое Солнце, свое время дня. Овощи созревают под цветом Луны, поэтому с обеда до вечера их можно есть. Фрукты созревают на восходящем Солнце, поэтому лучше всего его есть с утра. Зерно созревает на сильном Солнце, поэтому его лучше всего есть, грубо говоря, с 10 утра до 3 дня. Это время зерна, зерновой пищи. Молоко можно пить утром и вечером, потому что оно созревает под цветом Луны в коровье молоко. Поэтому самый лучший удой – это утренний и вечерний. Под цветом Луны созревает молоко. Ягоды лучше всего есть, когда есть сильное Солнце, они улучшают обмен веществ в организме. Сладкую пищу лучше есть с первой половины дня, до обеда. Потому что после обеда она становится ядом для человека. Ну имеется в виду сладости, как свекольный сахар, ну сахар чистый. Еще какая пища вас интересует? А если сахар, а если вы не есть? Можно не есть его. Все равно вы едите сукафрукты, фрукты, мед. Это тоже сахар. Это позитивная привычка называется. Вы выработали себе привычку такую. Это хорошо. А кисломолочное? Кисломолочное можно есть до шести вечера. С утра и до шести вечера. Знаете, почему скорпионы, которые лежат вместе в блюде, не могут оттуда вылезть? Да. Один лезет, он раз назад, все остальные. Надо понять, как питаться. Если есть разные энергетические уровни питания. Допустим, самый высокий энергетический уровень питания, это для аскетов, для духовных людей, очень возвышенных святых, это солнечное питание. Ничего не ешь, просто солнце светит, и ты питаешься энергией солнца. В конечном счете, все, что мы едим, это энергия солнца, переработанная. Просто сеть переработки разная. Следующий уровень переработки, то есть солнечная энергия, которая усваивается самая чистая пища на земле. Когда человек постится, он питается солнечной энергией. Это самое лучшее питание. На втором месте стоит зелень. Это самая здоровая пища на земле, самая лучшая, самая чистая, самая лечебная. Если человек болеет любой болезнью, каким бы он ни болеет, если он переходит на зелень, он вылечивается от любой болезни. Есть свежая зелень, есть зеленые соки, есть тушеная зелень. Мы ничего не знаем про тушеную зелень, а тоже очень вкусная пища. Зелень – самая полезная пища на земле. Чем старше возраст, чем больше зелени надо есть. Если человек 80 лет, только одну зелень надо вообще есть. И тогда ты будешь еще жить дольше. На следующем месте стоит пища, которая из зелени возникла. Это фрукты, зерно. Возникло естественным путем, без насилия. Это фрукты, орехи, зерно. Что еще без насилия? Бобы, орехи, фрукты, зерно. Вот это все пища на следующем месте, она более энергетичная пища, больше энергии в ней. Следующее место – это корни, потом стебли, растения. Это уже менее энергетичная пища с точки зрения энергии Солнца. То есть корни – это уже ниже земли, это энергия уже, там есть энергия невежества. То есть чем ближе к Солнцу, тем больше благости. Допустим, подводные продукты тоже там есть, элементы невежества. Допустим, цветная морская капуста, там. То, что не на Солнце выросло, то уже… Чем дальше от Солнца, тем больше невежества. Корни уже – это не такая благостная пища. Но все равно эта пища хорошая. Хорошая. Да? Где меньше, в каком точке земли зимой меньше овощей и фруктов? Понимите. В Москве нету зелени зимой, нету фруктов. Но это все равно лучше, чем мясо. Это все равно продукты, связанные с Солнцем. Вот. Следующий уровень – это молочная пища. Это следующий уровень переработки, потому что эта пища идет из высших центров, и она предназначена для любви. Это более тяжелая пища, чем растительная, но она приемлемая, потому что она предназначена для любви, она не портит характер. Следующий энергетический, самый низкий уровень – это пища мясная. И чем более развитое животное, тем меньше энергии в этой пище. И тем тяжелее судьба от нее. Вот, допустим, судьба, когда человек ест там козу или корову, тяжелее, чем судьба, допустим, когда человек съедает птичку. Или еще легче судьба, если он съедает рыбку, если еще легче, если он креветок там съедает. Понятно? Чем менее развитое существо, тем меньше опасности его съесть. Чем более развитое, тем более опасно для судьбы. Энергия насилия входит в жизнь. Я могу, глядя на людей, глядя по энергии насилия, определить, ест мясо человек или нет. Легко. Если люди, которых тянет вниз в жизни, на низшие планеты, значит, что они едят мясо. Если человек перестал есть мясо рыбу, его уже не тянет вниз, его тянет вверх уже. Он уже в рай тянется, в рай растет. Его душа в рай уже идет. Мясо отягощает судьбу. Есть святые люди, ну не святые, а есть много верующих, которые едят мясо и молятся постоянно. И они живут в жуткой борьбе. Вот если почитать их всякие истории, они постоянно сражаются со злыми духами, демонами. Причина этого сражения – это употребление мяса. Если человек перестает есть мясо и молится, то ему не с кем сражаться. Потому что он вообще не оскверняется. У него чистая, светлая жизнь. Я читаю часто много разных историй, как святых испытывают разные злые духи, демоны. Постоянно на них бросаются, нападают. Ни одной истории такой нет с вегетарианцем. Но если человек не ест мясо, никто не бросается, не нападает, ничего его не мучает. Он чистую жизнь, видите, живет и все. Нет осквернений. Понятно? Это на будущее вам. Есть разные энергетические уровни питания. Надо стремиться к более высокоэнергетичным, всегда стремиться. Больше зелени в пище, больше фруктов, больше зерна. Меньше продуктов, которые жизнь портит. Итак, мы говорим с вами о качестве жизни, о том, как наладить жизнь. Вот сейчас вы затронули тему питания. Это тема для многих запредельная. Я не могу вам давать все знания, как правильно жить, потому что некоторые знания вы не переварите. Как Иисус Христос говорил, много хочу сказать вам, да немного вы способны унести. Я даже чуть-чуть вам сказал сейчас про мясо, я смотрю, половина из вас такая... Погасло, погасло восприятие. Информация запредельная. Не переваривайте вы такую информацию. Нет сил у вас, возможности переварить. Возвращаемся назад к нашей теме. Хорошо? Итак, мы с вами диагностируем нашу жизнь. Это хорошее место, когда вы купаетесь, находится в атмосфере чистой, проводите ретриты. Хорошее время провести анализ, апгрейд сделать в моей жизни. Провести анализ, как я живу. Хорошее время. Чего мне не хватает? Какие-то цели, может, для вас недостижимые, какие-то достижимые. Но надо вектор, путь поставить себе, путь. Мы выбираем путь. Идем к своей мечте. И надо не свернуть. Пути уже нигде. И стоит шаг пройти, заносит время след. Давайте поварам поаплодируем. Они готовы. Вкусно. Обмен должен быть, да, обмен. Нас накормили, мы поблагодарили. Итак, мы диагностируем жизнь. Не хватает энергии, все валится. Нет позитивных привычек. Люди думают, блин, да не люблю я так гулять, ходить там долго. Не люблю я в воду в эту залазить. На солнце сидеть, там статические упражнения. Ненавижу все это, ненавижу. Ну, это сейчас. Но если ты начнешь все это делать, тебе так понравится, что ты не сможешь от этого никогда в жизни отказаться. Ну, вот с водой вы разобрались. Заставил вас, я всех там, очень жесткий стиль. На колени, руки за голову, сидеть. Ниже, ниже, ниже. Вы слышали, да? Ниже. Такой человек. Олег Геннадь всех мучил жестко, да? Все это время. А потом всем на пол, всем лежать. Всем на пол, лежать. Я сказал, лежать. Один молодой человек мне говорит, Олег Геннадьевич, я попробовал не лежать, иду, иду. Потом раз, меня поднимают. Я сам не заметил, как свалился. Говорит, теперь понял, зачем лежать. Сегодня кто почувствовал, что голова закружилась, когда вышли? Да. Вот если бы вы еще промедлили хотя бы 15 секунд, то упали бы. Так вот это прям понарастающе идет, человек даже не замечает. Тошнить его начинает. Орлек полежал, две минуты, и все, встал как-то нормально и хорошо, да? Классная система? Испорной, когда вы ходите, такая же тоже тема. Когда в воде посидели, в парной полежали долго, потом идете очень осторожно, или можно на четвереньках выползать, или... Да, я разок выползал, вот я почувствовал, прям мне плохо стало, я выползал из парной на четвереньках. И потом выпал, и сельек сразу на пол. Полежал, и все нормально потом. Вот. Семейный эгоизм, портится жизнь. Я вам говорю, вы можете к психологам там ходить, к астрологам, можете на тренинги всякие ходить. Это ничего не поможет. Семейный эгоизм — это энергия, понимаете? Она движется внутрь, и она создает все хаос, оскверняет, вонять начинает от всех близких. Дети становятся эгоистичными. Эгоистичные дети, как определить, что ребенок эгоистичный стал? Как определить? Перестал слушаться. Ничего не слушает вообще, не хочет слушаться. Это эгоизм. Как жена себя ведет эгоистично? Все, она как бы, что хочет, то и делает. Как мужчина эгоистично себя ведет? Да? Знакомая история? Я сказал. Знакомая история, нет? Смешно, смеются. Дети, как эгоистично себя ведут? Да? Собачка, как эгоистично себя ведет? Портит всем жизнь, да? Постоянно гавкает. Вот, допустим, вы идете, допустим, в той деревне живет. Вот в одном доме собачки такие добрые, вообще не гавкают. А в другом ареет, ареет постоянно. Это семейный эгоизм так проявляется. Это неосознанная энергия, понимаете? Она просто существует и все. Она делает злых собаками. Собаки, дети за злыми глазами капризные. Все злые. Все злые. Вот. Тараканы, как себя ведут. Тараканы, мыши, как, как становятся. Тараканы, где семейный эгоизм. Тараканы, как себя ведут. Они лазят везде, наглые становятся. По кровати лезут везде. Нахрен. Мыши, как себя ведут. Пешком ходят по дому. Все пофиг. Если нет семейного эгоизма, как тараканы себя ведут. Они очень скромные, они такие смиренные. Раз, покушал и свалил. Мыши, как, очень аккуратные такие. Такие. Аккуратные очень. Дети послушные. Жена добрая. Муж тоже добрый. Видите, как хорошо, когда ты людям желаешь счастья, всем помогаешь. Все успокаиваются вокруг тебя. Даже ворона, которая живет в своем дворе, никогда не насрет тебе на голову. Хоть это и считается к деньгам. Понятно? Вот когда среда агрессивной вокруг вас становится, в вашем доме, соседи, там все агрессивно, когда это значит, что вы задолжали. Долг какой-то есть. Надо сразу же начинать. Женщины это хорошо чувствуют. Женщины же следят за чистотой. Они чувствуют это вот осквернение. У меня жена, как что там, я постоянно подарки в дом везу. Она постоянно все раздает, раздает себе подарки. Что-то себе, что-то раздает. Все вот так вот она делает. Никогда не оставляет ничего. Она чувствует, важно вот дарить, дарить, дарить все время. Это женская энергия, вот женская природа. Она чувствует чистота или грязь. Нужно, чтобы была чистота. Но даже если у вас нет семейного эгоизма, и даже если вы полностью все позитивные привычки освоили, если вы не понимаете, что цель человеческой жизни — это Бог, все равно жизнь даст трещину. Жизнь даст трещину. Если человек не стремится к Богу всем в своем сердце, от всего сердца не читает молитву, если человек не помнит о святых, не думает о святости, не соблюдает религиозные традиции, чистые традиции там, не надо баранов резать, ну чистые традиции религиозные, то тогда эта жизнь просто напрасно протекает. Она бесполезна. Один мужчина подошел ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, я не знаю, может, у меня работа не та, мне надо, что-то у меня как-то жизнь бесполезно течет. Я говорю, при чем ты работаешь? Ты в храм ходишь вообще, молишься Богу. Он говорит, мне кажется, что у меня работа не та. Вот если я буду работать, получишь, найду, у меня как-то лучше будет жизнь. Я говорю, вот если ты унитаз делаешь лучше, телевизор там поставишь в туалете, библиотечку небольшую, у тебя жизнь лучше будет? Он говорит, при чем ты унитаз? Я говорю, потому что ты работаешь для того, чтобы просто есть, для того, чтобы просто жить. Работа — это просто самовыживание. Это не цель жизни работы. Цель жизни — это твоя душа, которую надо спасать. И вот для того, чтобы душу спасать, ты должен на святости думать о тех людях, которые отдали свою жизнь полностью людям и Богу, которые вообще забыли про себя. Стремись к таким людям. Рано или поздно мы все такими должны стать, потому что цель человеческой жизни — это развитие. развитие. Я разок много раз видел сон, как я в армии служу. Мне там было очень тяжело служить. Я когда приехал в Минск после учебной части, прапорщик, вот меня там в хоззвод определили, я был санструктором в этом танковом батальоне. Вот. Мне санструктором определили, потому что я в медицинском направленности был. Вот. И прапорщик, который вот этим всем взводом управлял, и там тоже был к этому взводу прикреплен. Он меня посадил в шашки играть с собой. Ну, я думал, он хочет мой интеллект проверить, могу ли я санструктором или нет быть. Ну, и как бы я его пять раз выиграл, а весь взвод смотрел на эту игру очень внимательно. Оказывается, он проверял меня на смирение. Ну, я его пять раз выиграл жестко, короче. Там все угорали над этим прапорщиком. И я просто полтора года там просто, как этот, ну, меня там уничтожал просто. Вырабатывал во мне смирение. Ну, спасибо ему. Потом после этого... Я самый последний из взводов, меня демобилизовали в декабре месяце уже, когда там все уже давно уехали, ушли, я был последний самый. Вот. И он сказал мне, если бы я еще мог, я бы еще тебя оставил. Я говорю, спасибо вам за все. Когда уходил, он меня еще проклял. Говорит, всю жизнь солдатом будешь, всю жизнь. Ну, я всю жизнь служу, только не ему, а людям. Я проклял, это проклятие на пользу перешло. Ну, я потом много раз, раз 20, 30 или 40 видел этот сон, что я опять к этому прапорщику попадаю. Он меня этот сон так задолбал уже, блин. Я уже, когда 50 лет было, последний раз этот сон был. И я говорю, да у меня уже все, по моему военному билету, я уже как бы не военно обязанный. Во сне, во сне я как бы говорю. Никакой не поеду, я больше туда. А там у меня сон, типа, ты едешь уже опять заново туда. Переподготовка, короче. Я такой, не, у меня уже все в войне. А поменяли правила, теперь до 55 лет. Во сне так у меня как бы. Я говорю, так он уже помер, прапорщик-то. Нет, он долгожитель. Говорю, там в Беларуси уже другая страна уже. Там разформировали этот. Нет, нет, ничего. Договор между странами, договор по обмену этими военнострах. Служащим. Я в молодости, я тренировался входить во сны. Пытаться во сне себя осознать. Я пока стоней занимался там. Сначала научился сидеть во сне, открывать глаза мысленно во сне. Потом себя осознавать, потом сидеть, потом вставать, потом подпрыгивать, потом летать. В общем, целая там последовательность развития событий. Я все это научился, короче. И я решил использовать эту практику. Я во сне думаю, блин. Я понял, что мне снится сон. И я думаю, сейчас я себя осознаю во сне. И начал в этот сон прямо очень сильно погружаться. Я думаю, что меня там триггерирует вообще? Что там в этом сне такого? Что я не могу от него оторваться, от этого сна? Я все глубже начал, глубже погружаться. Что, вот прапорщик меня, что ли, волнует? Он как бы со мной как-то связан. Нет. Сама эта воинская часть в Беларуси? Нет. Что тогда? Что со мной связано? Почему этот сон? Я глубже, глубже. И все это отвалилось. И воинская часть, и Беларусь, и прапорщик. И все, короче, отвалилось. И в этом раз я смотрю дальше и вижу пять рядов колючей проволоки. Все в полосатых одеждах ходят. Нары в пять рядов. Вот так вот, как я там лежу, вот в таком пространстве сплю. Что я в женском теле. Что я не хочу в этом концлагере находиться. Что я хочу всем помочь. Что я хочу победить судьбу. И я увидел свою прошлую жизнь. Я даже понял, где это, где-то между Румынией и Белоруссией. А, между Румынией и Нолдавией. Да, где-то в этом месте. Где-то в Румынии. Концлагерь. Я оставляю тело, ухожу из жизни. С желанием помогать людям и побеждать судьбу. И с этим желанием я рождаюсь. И всю жизнь теперь побеждаю судьбу и помогаю людям с детства. То есть любая, любая, оказывается, беда, если ты побеждаешь, сражаешься до последнего, даже если ты уходишь из жизни, в следующей жизни становится благословением для тебя, а не бедой. И ты уже сражаешься, побеждаешь, преодолеваешь всю жизнь. И сон на этом не закончился. И я такой понял, что Бог мне все это показал. Я говорю, а предыдущая жизнь? Ну, раз мне показывают предыдущую, там предыдущая жизнь. И у меня тоже, мне тяжело было учиться в институте. И я понял, что это с предыдущей жизнью мне тяжело. У меня бывает сон, что я опять, опять учусь в институте уже второй раз. И оказывается, я в позапрошлой жизни, я, ну, меня выгнали из института, я опять поступил туда. И второй раз практически проучился и закончил. Но это было очень трудно для меня. Я увидел, как это было в позапрошлой жизни, и почему меня вот это тошнит от этой учебы постоянно. И я все время думаю, что опять учиться, учиться, опять учиться. Потом до этого мне показал жизнь, и до этого. Я такой, блин, а что-то все как-то так, все как-то повторяется. И в этой вот похоже на те жизни, все как-то повторяется. И я вопрос такой, а для чего все это вообще? Для чего? И такая пауза, я с жизни перестал видеть дальше. Такая пауза, и ответ такой, не словами, а просто знанием. А для того, чтобы ты хотя бы вот чуть-чуть был за эту жизнь ближе ко мне, хотя бы чуть-чуть. Вот все эти жизни только для этого. Все остальное это просто не имеет значения. Концлагеря там, воинская служба, все это просто жизнь. А цель жизни, вот хотя бы чуть-чуть, ты хоть был ближе ко мне. Все, больше нет никакой цели. Я такое знание получил от Бога. Хотя я тысячу раз об этом слышал в Священных Писаниях. Когда я получил это знание из сердца, я понял все глубже. Я понял на самом деле, для чего человеческая жизнь нужна. Все. Если человек не хочет жить, как надо, то тогда приходит жестокая судьба. Жестокая судьба — это беспредел. Вот как определить, что тебе жестокая судьба пришла? У тебя беспредел идет. Понимаете? Все рушится в жизни. Все против тебя. Очень все жестко. Несправедливость в кругу. Это жестокая судьба. Причина жестокой судьбы — это неприближение к Богу. Потому что у каждого человека в жизни запланирована жестокая судьба. Но если человек движется к Богу, ничего не произойдет. Никто тебя не бросит. Ничего не произойдет. Все наладится. То есть Бог испытывает. Ты, если молишься искренне, экзамен сдаешь, то дальше все восстанавливается в жизни. Ничего не будет плохо. Когда беспредел наступает, тебе кроме молитвы вообще ничего не поможет. Там тюрьма всякие, проверки, испытания в жизни. Только Бог. Больше ничего не поможет. Если у тебя плохое здоровье, плохое настроение все время, нет нормальной жизни, все рушится, значит, здоровый образ жизни. Если все вокруг тебя предают, эгоисты, нет друзей, нет любви, нет счастья в жизни, значит, надо делать добрые дела. Если у тебя непреодолимые препятствия в жизни какие-то, как проклятие какое-то, тогда молитва, тогда Бог. И все это называется путь. Вот вы говорите, у меня ничего этого нет. Ну ничего страшного. Пройдет несколько лет, у вас все будет. Надо потихоньку начинать. Тихонечку, маленькими шажками идти. Как я с одним успешным человеком разговаривал, я говорю, ну как бы, как вы достигаете успеха? Я говорю, вообще туда не смотрю дальше. Вот я пытаюсь один шаг сделать, потом следующий вот так. Шаг за шагом налаживаю свой. Это очень правильная позиция. Поставьте себе маленькие цели. Надо хотя бы, я когда бегать начал, думал, знаете, если я 5 километров смогу бегать, думаю, блин, так это такое счастье. Вот 5 километров мне больше не надо. Я бегал по 700 метров и мечтал просто о 5 километрах. Через полгода, где-то даже больше, где-то через 8 месяцев я дошел до 5 километров. Потом 6 километров. Когда я бегал 10, я уже понял, что я смогу на все 5 слоев бегать. 10 километров уже все. Я почувствовал, что я смогу. И последние 7 километров за полгода я сделал уже. Вот 2 года шел к 10 километрам, а за полгода сделал последние 7. Уже несложно было увеличивать. Потому что уже организм привык к аскезе, и все наладилось, да? А как часто вы бегаете? Два раза в день. Я хочу с айгаком родиться в следующей жизни. Шутка. Я бегаю раз в 6 дней. Раз в 6 дней или в 7. Раз в 6 или в 7 дней надо делать вот длительное движение. Не обязательно бегать. Можно ходить 4 часа. Лучше 4 часа ходить, чем полчаса бегать. Вот вы, допустим, сможете пробежать всего полчаса. Лучше пройдите 4 часа, вы прочистите все 5 слоев. А если вы полчаса пробежите, вы только один слой очистите. И смысла в этом никакого нет. А вот все 5 слоев прочистите, есть смысл. Это сразу очищается вся ваша жизнь. Все ваше существование начинает меняться. Если вы на 5 слоев прошли или пробежали, вы можете дальше понемножку хоть зарядки делать, там понемножечку заниматься, сколько хотите. Но если вы только динамику делаете, не делаете статику, придет время и у вас наступит дисбаланс. То есть надо делать и воду, и статические упражнения, и движения, и пост. Начинать с воды и статических упражнений. Всегда надо. Потом добавлять движения, потом пост. Такая последовательность. Программа на долгую должна быть. Но вы одну вещь должны знать, что если вы тумблер не научитесь переключать, вот человек постоянно стремится к своим делам. Вот что значит переключать тумблер? Вот есть деятельность, которая вообще нелогична. Вот люди, когда рано утром встают молиться, они думают, блин, мне надо готовить, стирать, убирать. Чем я занимаюсь? Это нелогичная деятельность. Тоже идти на улицу, гулять, это нелогично. У нас психика, она заточена на выживание. Мы говорим, ну блин, мне надо стирать, убирать, готовить. Мне некогда ходить. Знаете, что происходит с людьми, которые думают, что им некогда ходить? Очень скоро они начинают ходить под себя. Это реальность жизни, понимаете? Ходить все равно придется. Да? Не, не надо скорость, лучше время увеличивать. Не надо сажать сердце. Вот если вы бежите и чувствуете, что вы форсируете, это вы садите свое сердце. Нужно двигаться легко и спокойно, без перенапряжения. Нужно легко, спокойно. Если вы начинаете насиловать себя, это не отчаяние организма, особенно для пожилых людей. Если вы насилуете себя, вы просто садите свое сердце, и в какой-то момент оно остановится. Поэтому для пожилых людей больше 50 уже лучше ходить по 4 часа, стремиться к ходьбе в 4 часа. Но если вы ходите 4 часа и не делаете статику, не лежите в воде, это опять опасно для жизни. То есть, я могу со своей скоростью, самое главное, бегать 17 километров? Нет, самое главное, надо понять, что надо бегать по таблице. У меня есть на сайте trastnop.ru таблица, и чем медленнее движение, тем больше километра. Вот, допустим, идти надо 21 километр. Если я бегаю с моей скоростью 17 километров, а Антон у меня бегает уже 16 или 15 километров, он говорит, но у него скорость намного выше, он быстрее пробегает. Понятно? Итак, мы с вами беседуем о чем? Мы беседуем с вами о том, что надо что-то менять в жизни, да? Теперь сразу возникает вопрос, а как вам поменять? Вот вы приедете домой, дела засосут вас опять, и вы ничего не поменяете. Как поменять надо? Как поменять? Да, вот для этого круги вот эти делаются, вы думаете, какая-то фигня, там болтают все. Это вы создаете дружбу для того, чтобы потом вас поддержали в жизни. Потому что самое главное в жизни – это перетекание энергии. От одного человека к другому перетекает судьба. Если вы общаетесь с людьми, то на вас действует их судьба, и вы так же же начинаете жить, как они. С кем поведешься, от того и наберешься. Понимаете? То есть вы начинаете жить, как те люди, которые вам легко становятся где-то все делать. То мне жена сказала, одна ходить не буду. Хорошо, появилась наша, с которой она ходит. С кем-то надо ходить. Одной, особенно женщинам, одной вообще неинтересно. Что это я буду эти аскезы завершать? Надо поболтать, походить там, или с кем-то хотя бы, чтобы было вместе. Хорошо, когда вот в Москве, допустим, такой сильный клуб «Благость», да? Там сколько бегает у вас человек? Ну сколько, человек пятьдесят? Человек пятьдесят бегает, в проруби купаются вместе. Девчонки, представляете, первые в прорубь лезут. Мальчишки даже еще глазом не успевают моргнуть, они уже там. Чего, удивляетесь? Вон Вероника. Последний раз в Москве зимой, когда был, там был минус сильный. Даже в раздевалке был тоже минус. Там негде было одеться даже. Ну, я дождался, когда мне там одежду принесут. Вероника быстренько залезла, в прорубь посидела, вылезла. Ну, я разделся, пошел в прорубь, тоже залез. Смотрю, Вероника рядом сидит. Ну, ты же уже была, говорю, прорубь. А я с вами еще раз захотела. Вот такие там в Москве девчонки. Представьте, закаленные бегают, постятся, статику делают, молятся, на ретриты ходят. Вы тоже так должны жить? Тоже надо клубы благость создавать? Вот вам есть вся возможность. Вот. Тут рекламная, рекламная пауза. Вот. Если кто-то хочет блоки свои узнать, можно у меня, я тестирование делаю. Надо к Даше подойти, узнать, как это делается. То есть я прям рисую блоки человеку. И вас потом, мои помощники, консультируют, что с этим делать вообще. Что, где блоки, как. Вы и без этого можете узнать. Надо с карандашиком все делать. Вот, допустим, бежите, раз, пульс поднялся. Отметили, на каком километре. Потом посчитали, на каком слое. У вас пульс поднялся. Там блок себе отметили, нарисовали. Стоите, допустим, раз, тяжелее стало, отметили. Еще тяжелее стали, на какой минуте смотрите. Потом все эти минуты записали. И вот блоки. У человека есть пять психических слоев, у каждого человека. На каждом из психическом слоев, вот из пяти слоев, четыре блока одного вида энергии. Вот, допустим, воды, три полных блока и один неполный энергии воды. На пяти слоях четыре блока. Энергии воздуха тоже четыре блока. Таких же. Энергии солнца тоже четыре блока. Когда два блока вот так синхронно пересекаются друг с другом, возникают хронические заболевания. Ну то есть на каком слое можно определить по диагностике прям чётко. Вот здесь пересечение значит хроническое заболевание. Если человек чистит, чистит, чистит организм, постепенно это хроническое заболевание проходит. Но если загрязняются слои, первое, что возникнет, это это заболевание у тебя. Потому что там пересечение блоков идёт вот так ровно. Они друг на друга накладываются. Понятно? Если не накладываются, бывают люди вообще нигде не накладываются. Значит хорошее здоровье. Бывает постоянно накладываются везде. Значит как бы плохое здоровье. Значит не повезло в жизни. Но в целом, если человек чистки проводит, постоянно всё делает, ему даже не надо знать эти все, где у него там что накладывается. Пройдёт год и в основном все вылечиваются, всё восстанавливается полностью. Да? Между четвёртым слоем и пятым? Между третьим и четвёртым. А что у нас динамическое напряжение и токсины или статическое динамическое? Ну по статике у вас хорошо пробработано. На третьем слое динамика ещё есть. Токсины тоже ещё есть. Надо продолжать. Динамический блок ещё не рассосался полностью. Надо продолжать. Но статически уже получше намного. Ну то есть я хочу сказать, что это работает 100%. Ааааа, точно. Стоило на 80%? Скажите мне. Было 190 на 80%, на таблетках сейчас давления нет. Вот представьте. Спасибо вам большое. А у кого ещё от практик вылечились хронические заболевания? Поднимите руку. Ну вот видите, кто делает, у всех вылечивается. Это надо год практиковать где-то, через год уже проходят хронические заболевания. Классно? Таблетки пить не надо. Геморрой не кровоточит. Вены не вылазят. Мозги не тупеют. Всё нормально, думаешь. По дороге не спотыкаешься. Всё как бы налаживается в жизни. Это благодаря тому, что... Да? И они... Скажите, пожалуйста, а есть ли замена, например, места бега, долго так надо движать, допустим, 17 км? Может быть, можно как-то изменить упражнение той же планкой, та же ноги... Не-не, ну вот смотрите, планка — это статическое упражнение. Оно чистит энергию воды, циркуляцию воды улучшает. И можно заменить длительным движением, но, допустим, я делаю на два слоя наклоны. 108 наклонов — это один слой. 216 — два слоя. Я делаю 216 наклонов раз в два в неделю. Ну, представьте, кто из вас сможет сделать 540 наклонов. Отжимание — это статика плюс динамика. Там, ну, когда идёт смежная нагрузка, то есть, когда человек вес оттягает, вес тяжёлый, это статика плюс динамика смешиваются вместе. Это очень опасная практика, потому что она может перевести перенапряжение у человека. Ну, то есть, эту практику можно делать для поддержания мышечного тонуса, чтобы грыж не было, но для чистки организма надо делать простые практики. Например, самая простая практика — это ходьба. Можно с палками ходить, допустим. Ну, нагрузка увеличивается, она меньше, чем при беге, но больше, чем при ходьбе. Если ты на велотренажёре крутишь просто, тоже чистка идёт, но эта чистка не полная. Она очищает только нижнюю часть тела. Но если человек инвалид, у него парализована там верхняя часть тела, он может тогда чиститься нижней. Если нижняя часть парализована, он может верхней чиститься на пять слоёв. Пять слоёв чистка идёт, нервная система начинает прорастать. Если у тебя как дикуль делал, он длительное движение делал, и он вылечился от паралича позвоночника таким образом. Потому что нервная ткань прорастает только при длительном движении. А вы ещё как-то общались и говорили, что перебёдок раз, он там буквально пять-шесть минут. Это статические упражнения. Это связано не с энергией воздуха чистки, а с энергией воды. Вот, допустим, если ты на руках стоишь, то у тебя за сорок секунд один слой очищается энергии воды. Но это очень сложно. Надо быть тренированным. На голове стоишь, за чуть больше одной минуты очищается один слой. Но эти практики очень сложны для обычного человека. Я выбрал самые простые упражнения, где чистка не слишком долго, не слишком быстро. Вот, допустим, если по-турецки человек сидит, то ему надо три с половиной часа сидеть, чтобы очистить пять слоёв. И эта чистка будет очень слабой. А если он, допустим, стоит возле стеночки, всего 65 минут. Если он ноги за голову вот так вот перевернул, то восемь минут слой чистится. Ну, то есть, опять же, пять слоёв вводит ноги за голову, это очень жёсткая вещь. Это не каждый человек сможет сделать. А по поводу плавания можно ли изменить плавание, например, в месяц эгоэра, долгое плавание? Нельзя, потому что, когда ты плаваешь, то пассивная чистка водой быстрее едет, чем динамическая чистка. Допустим, ты, когда плаваешь, там полтора слоя прочистил динамикой и уже пять слоёв водой. А дальше плывёшь, ты уже перегрузка водой пошла, и ты просто переохлаждение получишь. В общем, Леонид, невозможно отвертеться от ходьбы и бегать, как ни придумай, не сочиняй, как выгодно. Ничего не сделаешь, можно на лыжах, конечно, ходить, но на лыжах нормальная практика, можно там всё. Но там я не исследовал. Если вы хотите что-то чем-то заменить, допустим, велотренажёр там или эллипсоид, я вам могу сказать схему, как это сделать. Вы по таблице, по моей на сайте идёте, один слой, допустим, это будет 48 минут, где-то там, ну, около 4 с чем-то километров, да? Один слой прошли, посмотрели свой пульс. У вас будет средний пульс определённый при такой скорости движения. Понятно? Вот потом вы километраж убираете, оставляете время и средний пульс. То есть вы, когда на эллипсоиде будете двигаться, вы должны следить, чтобы у вас пульс был всегда на этой высоте. Если там был при движении, допустим, 110 пульс, то тогда на эллипсоиде тоже должен быть 110. И при этом пульсе 110, вы двигаетесь 48 минут, получаете один слой. Расстояние же невозможно определить на эллипсоиде. Но зато можно по пульсу уже ориентироваться. То, что на эллипсоиде там расстояние показывают, это забудьте. По пульсу и времени ориентироваться. Но пульс надо сначала узнать при ходьбе, у всех, каждого свой. И так можно с наклона делать на 5 слоёв или приседать на 5 слоёв. Но когда вы статику плюс динамику делаете, вот когда вы приседаете, это уже идёт силовая нагрузка. То начинается перегрузка всего организма. Ну то есть, когда человек тренированный, у него прочищенные слои, он может тогда делать долго разные упражнения силовые. Но если у человека нетренированный организм, то длительные силовые упражнения могут привести к почечной недостаточности. У меня у одного знакомого тренера по фитнесу, у него развилась почечная недостаточность. Он, правда, вовремя остановился. Когда уже ему сказали, через год диализ будет, я ему сказал, вот чистки. И он сейчас всё делает, у него почки начали восстанавливаться. Он эти практики начал делать, у него почки восстанавливаются. А до этого, когда он качался только и больше ничем не занимался, у него он посадил почки свои. Поэтому будьте осторожны. Выдумывать что-то своё. Есть наука, как бы действуйте по науке. Это не отменяет все практики Леонида. Эти практики направлены на самоконтроль. Всё, что он делает, это улучшает настроение. Самоконтроль, самоосмышление какое-то. То есть какие-то процессы. Все практики и психологи нужны, и астрологи нужны. Я вам даю какие-то общие вещи, которые помогут вам качественно жить. Но это не значит, что массаж отменяется, допустим, иглоукалывание, мармотерапия. Или лекарственная, допустим, травная медицина. Ничего это не отменяется. Айлведа ничего не отменяется. Я просто вам рассказываю про долголетие. Мы говорим с вами о качестве жизни, омоложении и победе над хроническими заболеваниями. И о том, как бросить вредные привычки, как сохранить семью. Мы говорим с вами о каких-то общих рекомендациях здорового образа жизни, которые фундаментально влияют на жизнь. Если не будете вовремя вставать с постели, у вас будет... Вы, допустим, лежите после шести утра. Солнце поднимается, у вас сгорает энергия воды в организме. Вы встаете ранимыми, ругаетесь. Заметили, что когда переспал, со всеми ругаешься, ходишь? Заметили? Нехватка энергии воды. Сгорает вода, человек начинает ругаться, чувствительность повышается. Воспалительные процессы в организме. Поздно лег спать, гаснет энергия воздуха. Человек с волевыми функциями страдает. У него сила воли теряется, возможность достигать цели в жизни. Концентрация внимания, память. Все теряется благодаря позднему укладу. На ночь обожрался, энергия солнца сразу гаснет. Мясо съел, энергия солнца гаснет. Называется осквернение. То же самое, как, допустим, обиделся на кого-то, ну не обиделся, а разочаровался в человеке, энергия солнца погасла. Обиделся, энергия воды погасла. Волю свою применил, насилие, энергия воздуха погасла. Понятно? То есть неправильный образ жизни разрушает жизнь. Итак, мы с вами к чему пришли? К тому, что нужно жить правильно. Не просто жить. Жить хорошо. А хорошо жить еще лучше. Знаете такое пословие? Надо учиться хорошо жить. Это еще лучше. И хорошо жить означает правильно жить. Надо режим дня соблюдать, правила питания. Надо аскезы начать совершать. Позитивное отношение к людям. Семейный эгоизм уменьшать. И приходить к молитве. Все лечения хорошие. Животные, они любят людей. Домашние животные любят людей. Любовь передается и лечит. А по стихиям есть такая привязка? У слощи какая стихия? Какая стихия? Или там смежная стихия? Нет, это все любовь. Животное любит человека. Это энергия солнца. Все любовь. Да, это любовь. Все дельфины, коровы, лошади. Все это энергия солнца. Любовь. Мать тоже любовь. Все в этом мире, все лечит. Вот любую грязь возьми, если там есть солнце, земля и вода. Это лечебная грязь. Солнце, земля и вода. Грязь возникает. Долгое время остается. Лечебная грязь. Всегда. Природа лечит всегда. Это гарантия. Вот минеральная вода, вот пьете минералку, что-то будет лечиться. Лечебное все. Просто правильные дозы. Если слишком концентрированно вы чувствуете, что неприятно пить, значит вредно. А если пьешь и нормально, значит лечебно. Все должно, природа всегда в меру. Вода в меру, солнце в меру. Мы источники изучаем, да, с вами. Вот сегодня мы залезли в 42 градуса. Если бы в 43 залезли, куча людей бы попадала. Один градус всего разница, и все, уже человек не переносит. Мы были в 39 градусов вчера, да? Долго-долго сидели, сидели, ничего не произошло, да? Вот. Нужен баланс во всем. Нужен баланс. Все, он должно быть в меру. Природа тогда лечит человека. Если перебор идет, не по науке, неправильно, тогда вредоносное действие. Да? Вот смотрите, вы когда в холодной воде находитесь, вы засасываете энергию воды в свое психическое тело. Не физическое, а психическое тело. А когда вы неподвижное положение тела делаете, вы эту засасанную воду начинаете циркуляцию усиливать. И делать так, чтобы она усваивалась у вас в организме. Понятно? То есть и то, и то нужно. А вот когда вы длительное движение делаете, то тогда вы одновременно энергию воздуха засасываете и циркуляцию создаете. То есть некоторые практики различаются, а некоторые соединяются. А горячая вода? А горячая вода помогает циркуляции энергии солнца. Баня, горячая вода, пост помогает циркуляции энергии солнца. Когда человек на солнце находится, солнце засасывается в него. Когда человек в парной заходит, находится, солнце засасывается. Когда человек постится, циркуляция энергии солнца усиливает. А деревья энергию воды циркуляцию усиливают. Ты возле дерева встал, сильнее даже, чем ты стоишь просто сам, без дерева, сильнее циркуляция энергии воды. Когда у человека сильно блоки большие, связанные с энергией воды, блоки сильные очень, это означает, что у него очень раздражительный характер, постоянно ему жарко, у него все отекает, отеки в организме постоянно, обидчивость сильная, воспалительные процессы постоянные. Это значит, может быть, есть смысл не просто стоять возле стеночки, а стоять возле деревьев. Когда стоишь возле деревьев, циркуляция энергии воды ускоряется, и блоки пробиваются сильнее. Так деревья действуют. Да, да, хорошо, хорошо, отлично. Наоборот, вот чем больше воды, тем больше деревьев. И то же самое горы. Вот ты, допустим, у тебя энергии воздуха не хватает, ты бегаешь, хочешь, все равно слабость. Тогда в горы. В горах, когда человек живет, энергия воздуха сама движется, здесь легче вставать, легче все делать, больше энергии, больше сил в горах. Когда люди стремятся к победе, они в горы идут. Я спросил тебя, зачем я тебе в гору, а ты вверх, не в штатах, а ты в опасном доме. Ты держусь из самолета длинно-стонного, простаялась ты, и тела с собой, и сердце, и само близкое, и мастерая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня не встречи, но вытаскивая. Улыбался, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины. Когда ужин в бой, я нахватил, получил для тех, которые не запрещен. Альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня под крещином выискивая, и породила меня. Альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне, недоверчивая, собрала ты меня с наслаждением. Альпинистка моя, худо-берчивая, улыбая, неблизкая, неблизкая, небласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня под крещином выискивая, и учила меня. Альпинистка моя, из-за того, кнутри, с последней силы я, да тебя уже мне рукой впадать. Вот ты лезу, и скажу, так больно и милая. Грус сорвался вниз, но успел сказать. Что, поедете в горы? Да, надо съездить, почувствовать эти ощущения. Люди лезут в горы для того, чтобы почувствовать эти ощущения. Свободы, внутренние силы. Способности побеждать, преодолевать. Горы дают такую силу человеку. Стихия такая, горы, это стихия. Антон, когда приехал сюда, на следующий день полез в горы. Прямо забрался. Как это отец Федор, по-моему. Вернись, я все прощу. Полез. Ладно. Хорошо, ваш вопрос. Геннадий Ильич, вы по лекции. Я слышала, вы говорили, если вы просто долго бежишь, и много не понимаешь, может, вам главный из мальцев просто находиться в годы даже. Да, да. А вот так вы знали. Да. Просто, чтобы правильно понимать, если я психически своей очистить, а как правильно рассчитывать? Если такой террорологий бежал, ну, если бы 10 километров, а потом как-то время, ну, пешком... Ты просто берешь часы, на часах смотришь время и расстояние. Вот сколько ни бежи, ни иди, ты потом смотришь время и расстояние, и у нас там на сайте rosnov.ru, в разделе материалы, аскезы, расчет времени аскез, там увидишь, сколько ты прочистила. Ну, и там же, где пробежки, даже если я шла, я же с привечным бегом, мне в один и по пробежке... Вот просто все вместе, берешь все вместе, смотришь расстояние и время. А, все. И все, и ты его определила точно, сколько очистил. Даже если там, не знаю, такой сейк, например. Даже если ты ползешь там, бежишь, вот. Все, вот это, иди, да, главное расстояние и время в конечном счете, все. У нас скоро будет такая программа, может, через полгодика, может, через годик. На, по крайней мере, на часах Apple будет так же на мобильных, на мобильных телефонах. Ты берешь с тобой мобильный телефон, бежишь, и по JPLS он определяет, сколько ты расстояния, сколько времени, и у тебя там прямо слои будут чиститься, вот так вот. Каждый слой имеет еще семь подразделений, и ты прямо будешь видеть, как очищается у тебя психическое тело в время движения. Тебе не надо даже думать, сколько там, чего. Просто смотришь туда на часы, и у тебя чистка идет. То же самое, в воду залез, смотришь, чистка идет. Температуру поставил? А? На сайте все узнаете, на сайте у нас. Она еще не разработана, она только, вот я сейчас только тестировать ее начну, через неделю. Ну, через полгодика там, годик будет. Классно? В баню зашел, раз температуру выставил, влажность, пошла чистка. Удобно? Да. И программа будет вам говорить. На колени! Руки за голову! Моим голосом! Лечь над землей после воды. Сидеть! Стоять! А? Я шучу. Ну, может быть, так и будет. Посмотрим. Может, это прикольно будет. Нужно? Нужно, да? Не останавливайся! Иди! Ты молодец! Еще отвечай! Ты молодец! Давай! Дашь вопрос? Точно надо, наверное, сделать. Это хорошая идея. Ну, как они заменяют воду? Они просто циркуляцию энергии воды. Вот если ты статические упражнения только делаешь, вот с деревьев стоишь, в воде не сидишь, оно циркулирует, циркуляет, потом истощение происходит, и у тебя еще хуже становится только. А, то есть, если вода не погружается, то в этом не работает? Да. Водичка заменит еду или нет? Какой вопрос? Не заменит. В общем, необходима вода. Да, вода необходима однозначно. Если грубого тела мы пьем, дышим и кушаем, пьем — это энергия воды, дышим — это энергия воздуха, а кушаем — это энергия солнца. Для психического тела нам надо энергию воздуха от свежего воздуха брать, энергию воды брать от воды и энергию солнца брать от солнца. Чем старше человек, тем само заходит хуже. Поэтому нужно совершать аскезы для того, чтобы это всасывать. Неподвижное положение тела увеличивает всасывание энергии воды, пост увеличивает всасывание энергии солнца, бег увеличивает энергию воздуха всасывания. И блоки побеждаются тоже от эскиз. Так продлевается жизнь человека. Вы узнали секрет долголетия. Понятно? Теперь все в ваших руках. Хотите жить, делать. Не хотите, не живите. Никто вас не заставляет. Да? А значит, вы что-то не так делаете. Ну обычно как? Вот человек только ходит, ни в статику не делает, в воде не лежит, то бессонница. Или только в воде лежит, статику не делает, опять бессонница. Или только статику делает, динамику не делает, опять бессонница. Или только постится, больше ничего не делает, опять плохо. Теперь еще хочу вам очень важную новость сказать. Если вы начали все делать, он заранее смеется уже, заранее. Он знает, что сейчас все будут смеяться. Если вы начали все делать и проделали месяца 3-4, если вы остановитесь, будет еще хуже, потому что организм начнет лечиться, а вы ему потом раз и обрубите энергию поступления. У вас организм начнет лечиться, дайте ему лечиться. Не надо останавливаться потом, делать все по графику. И у вас все будет пролечиться. Но если вы оборвали все резко, организм будет психовать. У вас что-то недолеченное останется, будет псих. Да? Так что вы повязаны полностью. Владимир Ильич, скажите, пожалуйста, в каких случаях вы как-то инвестируете? Деревы прислонятся, делают псих на статике? Или рядом с этой деревом? Можно и рядом, и прислонятся. Там 5 сантиметров не играет роли. На же поле есть дерево, энергетика. Это все равно будет как псих на статике. Если просто не активно. Или это активно? Активно, а вы стоите с деревом вот так, вы же стоите. Прислонились, это будет чуть-чуть послабее, но все равно будет сильно очень. А важно ли перед этим бегать, чтобы потом стоять? Вот с женой, допустим, стоишь рядом или прислоняешься? Жену чувствуешь, если рядом стоишь? Или мужа? Чувствуешь? А? Ну так же дерево. Разница какая? Важно перед этим движением совершать. А? Важно перед тем, как стоять. Сядь и дерево движение совершать. Можно просто прийти и поставить. Прийти и поставить можно. Зачем обязательно жить? Ну? Да, Володя? Вы поняли суть-то как бы? Да. Главное поняли? Поняли. А то вы все, как бы, вы не поняли. Я говорил-то вам про жизнь в целом, что надо переключатель, что надо бескорыстие, надо молитва. А вы мне все про деревья. Как анекдот это. Дед все время, ну, в караваны ходил всю жизнь. И внучок спрашивает. Вот дедушка, расскажи, как там в пустыне. Он говорит, верблюды идут, 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 идут. Идут и идут верблюды. Мы сидим. Сидим и сидим. Солнце светит и светит, светит и светит. Он говорит, а где суть? Он говорит, в песок суть. Так, я вам рассказал такие важные вещи. А у меня статика, динамика. Где суть? Суть где? С лекцией осталось вообще или нет? Ладно, песни сейчас. Сейчас, начало песни. Вы устали немножко сейчас. Ну, чтобы вы посмеялись немножко. И ша-ка над и ша-ка над и ша-ка над и ша-ка над. Субтитры подогнал «Симон» А где суть? Какая энергия? Солнце, энергия Солоса. Бывают места, где очень много солнца, там не хватает воды и воздуха. Бывают места, где очень много воздуха, ветра, не хватает солнца и воды. Бывают места, где очень много воды, это север в основном, мокрое все, там не хватает солнца и воздуха. И где бы человек ни жил, ему надо все балансировать всегда. Солнца много, воды балансирует, больше движения, больше воды. Если очень много воды, значит, надо двигать движение и солнце, поститься. Если много воздуха, ветра, значит, надо в воде сидеть и поститься. Понятно? Баланс, создавай баланс жизни. Здесь вот на Иссыкуле что не хватает, энергии воды, воздуха или солнца? Правильно. Поэтому здесь фестивали проводим. Все три энергии сбалансированы. В это время года, потому что если зимой, то не хватает энергии солнца. Очень много воздуха и воды, влажно очень. Могут быть перегрузки. Ярким летом очень много энергии солнца, но все равно баланс. Летом баланс здесь всегда. Ну, какой вопрос? Вопрос. Ну, у нас есть в жизни много примеров святых и гречек, о которых мы можем доставляться. Только как следует эти пути. Но, когда они уходят из жизни, непонятно, ну, куда или что там дальше. Ну, вопрос про то, когда в сердце приходит знание о том, что, ну, вообще, в полной жизни нас ждет. И зачем стремиться к Богу туда, что в этой реальности, за Богу. Почему не везут, и так, и так служат все люди. Ну, вот такой информационный вопрос. Жизнь более качественная. Чем выше, тем больше качества жизни. Там больше служения, больше смысла, больше важности в жизни. Ну, вот, допустим, есть разница между жизнью, допустим, собачки и человека. Собачка же тоже служит. Она тоже помогает, служит. Но человек же больше может служить, правда? Так и на высших планетах ангелы больше служат, чем люди. Еще мудрецы, еще более высокие планеты. Там они больше еще служат, они уже всей Вселенной служат. Мы можем служить только своей Семле. Ангелы служат целым планетам. А мудрецы на высших планетах служат сразу всей Вселенной. А на каком этапе, даже на умение, как приходит, вот, ну, вот на это все? Ну, то есть, если у человека видишь, его жизнь, то оно как бы вдохновляет. А вот, что после жизни, вот это вдохновение, когда приходит, передача, постигаешься? Когда у тебя придет вдохновение, то есть? Ну, вообще, у человека, да. Вдохновение — это милость. Вдохновение означает, что Бог тебя оценил. Ну, если живешь, как хореком жил, хореком помрешь. Ну, если ты будешь сейчас, как сейчас, жить, то через годик-два придет вдохновение. А для других людей, как это понять? А для других людей, вот, у них своя скорость. Если ты по-другому будешь жить, то будет медленнее вдохновение, может, придет позже. То есть, я понял так, что на этом пути, когда открывается все, что ли, вдохновение, жить, вот так, что будет? Ну, все больше и больше открывается. Я понял. Ты что загрустил, Володь? Я просто думал, что это Володь, с эгрегородом. Все, ты загрустил что-то, брат, да? Ну, ничего, все наладится. Хорошо. Спасибо вам большое. Я желаю вам всем мира, любви, счастья, всего самого лучшего в вашей жизни. Спасибо, что вы поддержали наш новый фестиваль на Иссыкуле. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. -с things, yeah, I'll be quite happy. Спасибо. Unless you were ahead,er, please. Продолжение следует...